Добрый день, спасибо, что все пришли сегодня, не оставили без внимания данную проблему, потому что на сегодняшний день человеку не дают выполнять свою хозяйственную деятельность. Все это выливается в то, что администрация, выдав легитимный договор в 2011 году, который действует в течение трех лет, считает, что предприниматель на сегодняшний день не может выполнять свои функциональные обязанности по данному договору. Все это выливается в арест его транспортных средств, электрокары, которые пользуются в городе Севастополь на сегодняшний день большой популярностью, мало того, что своим внешним видом очень многие фотографируются даже рядом с ним, и, естественно, своей чистотой использования. Ну, наверное, более подробно о данном конфликте, потому что этот конфликт выразит непосредственно Наталай Головченко. Добрый день, я бы хотел немножко поправить Максима в отношении того, что на самом деле не администрация, администрация выдала соответствующие разрешительные документы. Действие этих документов или законность этих документов не принимает ГАИ. На сегодняшний день есть такой конфликт, непосредственно связанный с ГАИ города Севастополя. Я направил соответствующие запросы и письма по делу транспорта по поводу того, были ли какие-то изменения внесены, о которых мне неизвестно, могло ли что-то измениться. Я направил запросы в городской совет относительно того, вносились ли какие-то изменения в решение сессии касательно организации перевозок на электромобилях. Я направил письма в прокуратуру и УВД города Севастополя, дабы дали оценку непосредственно действий сотрудников ГАИ. Жители города могли заметить, что в период с 13 июня с 6 городских маршрутов для электромобилей исчезли электромобили. Деятельность предприятия приостановлена. Это 6, я еще раз повторюсь, городских маршрутов. Это 17 автобусов. Это более 30 человек трудового коллектива, которые на сегодня не могут работать. Ну и, конечно, тысячи гостей и жителей города, которые не могут добраться к пляжам, паркам, местам отдыха. Из них я тоже хочу подчеркнуть, это сотни льготных категорий граждан. Согласно договорам, заключенных между мной и городской администрацией, я предоставляю бесплатный проезд для льготных категорий граждан. На сегодняшний день деятельность практически приостановлена. Мы имеем 7 фактов задержания с постановкой на штрафплощадку электромобилей. Мы пока не рискуем возобновить деятельность. И ждем соответствующих комментариев и разъяснений от сотрудников ГАИ. Поэтому я немножко уточняю Максима, что документы есть, они выданы городской администрацией. Были необходимые, приняты в январе 2011 года решение сессии. Была соблюдена процедура по определению перевозчика, были проведены конкурсы, определенный перевозчик, заключены соответствующие договора. И мной была организована деятельность на 6 маршрутах. Два из 6 маршрутов носят социальный характер. Это для студентов студгородка со стоимостью проезда в 1 гривну. И еще один маршрут, который был инициирован ветеранским советом для ветеранов, для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале ВМС Украины от Бухты Омеги до госпиталя ВМС Украины. Другие маршруты ориентированы, они имеют коммерческий характер, они ориентированы на гостей города. Это подъезд к известному музею военно-морских сил Украины в Балаклаве, Штольня. Это городской парк Победы, ввиду своего положения, размеров, требующих данной услуги, так как территория парка раскинулась более чем на полутора километров. Ну и в такой пляж, как Солнечный, электромобили ездят по улице Надежды Островской, подвозят к пляжу Солнечный. Вот на сегодня есть такая проблема. Источник ее исходит непосредственно от сотрудников ГАИ. Они не признают легитимность этих документов. Что-либо прокомментировать они не смогли. Я обращался и пытался контактировать с сотрудниками, с руководством ГАИ, обращал внимание, как я уже говорил, УВД на деятельность ГАИ. И на сегодня мне непонятно, что я нарушаю, какое-то нарушение, в чем оно заключается. Мне не ясно. По факту мы имеем в разгар курортного сезона имеем приостановленное действующее предприятие. Все это негативно, я могу сказать, сказывается на климате туристическом. Люди привыкли за 7 лет к такому транспорту. Он пользуется популярностью у гостей, у жителей. Люди недовольны. На данную проблему отреагировали и общественные организации, дорожный контроль, политические партии. Спасибо им за помощь. Думаю, что совместно мы сможем найти решение и разобраться в этой проблеме, и восстановить все. Правовую точку зрения, наверное, расскажет Александр Анатольевич, так как он углубился в буквальном смысле слова в эту проблему, и, думаю, расскажет много интересного. Передо мной, как перед юристом, стояла очень интересная и, с другой стороны, достаточно простая задача. Убрав эмоциональную составляющую из этого всего, о чем говорили предприниматели, мой коллега Максим, определить законность действий сотрудников госавтоинспекции с точки зрения на сегодняшний день действующего законодательства. Если водитель или субъект предпринимательской деятельности нарушает нормы, законы, стандарты в сфере оказания услуг пассажирского транспорта, эксплуатации транспорта, он привлекается к административной ответственности. И в данном случае все очень просто. Вот есть Административный кодекс Украины, в котором указывается, какие требования правил дорожного движения водитель нарушил, и следующая норма, отображенная в данном же административном протоколе, исходя из какой статьи административного кодекса водитель или субъект предпринимательской деятельности должен быть привлечен к административной ответственности. Здесь все очень просто. Административный кодекс Украины предусматривает порядок составления административного протокола и обязательные атрибуты, которые в нем должны иметь место. То есть закон суров, но это закон. И если мы, нарушив правила, отвечаем в соответствии с действующим законодательством, то и сотрудники ГАИ, нарушившие порядок составления административных материалов, порядок привлечения к административной ответственности водителей, исключают возможность такой приключения. То есть нарушил порядок составления протокола. Даже если водитель и виноват, наказать его нельзя. Когда я углубился в подобную тему, а до этого мне заниматься этим не приходилось. Это что-то новое для меня. И оперировал я, естественно, только действующим законодательством. Я должен вам сказать, что настолько грубых нарушений порядка привлечения водителей к административной ответственности я в своей практике, пожалуй, еще не встречал. Сотрудник ГАИ при составлении административного протокола указывает следующее. Например, водитель эксплуатирует транспортное средство в парковой зоне. Но в правилах дорожного движения нет такого понятия, как парковая зона. А вводить термины сотрудникам ГАИ запрещено. Это юридический казус. Дальше. Сотрудник ГАИ в графе «нарушил требования правил дорожного движения» пишет. Нарушил закон Украины о дорожном движении. Следующий протокол в отношении другого лица. Нарушил требования постановления Кабинета Министра Украины, номер там такой-то, от 2010 года. Но вы извините, это уже юридический бред. Просто-напросто. Почему? Водитель может нарушить закон Украины о дорожном движении, но и закон Украины, и постановления Кабинета Министра носят общий декларативный характер. И на основании этих документов разрабатываются иные законы. В данном случае это правила дорожного движения. Но раз сотрудники ГАИ наказывают водителей за нарушение постановления Кабинета Министров, указывая конкретно пункт постановления, его номер, я обратился к данному постановлению. И что же я увидел? Пункт первый указанного постановления обозначает общий порядок регистрации и перерегистрации больше грузов и технологических транспортных средств. Но извините меня, с юридической оценки, с юридической стороны этому оценку уже дать нельзя. Таким образом, при составлении административного протокола сотрудники ГАИ не указывают норму закона, в соответствии с которой водитель должен быть привлечен к административной ответственности, ссылаясь вместо этого на закон Украины о дорожном движении, либо на постановление Кабинета Министра Украины, которого к данному виду деятельности не имеет никакого значения. Совершенно. Далее. Сотрудники ГАИ пошли более. Они ставят эти электрокары на арестплощадку. Рассмотрим правовое обоснование постановки транспортного средства на арестплощадку. Оно возможно в случае эксплуатации его с техническими состояниями угрожающего жизни, здоровья, либо с нарушением правил норм и стандартов. Все очень просто. Задержали транспортное средство с подобными нарушениями, составляется акт технического состояния транспортного средства. Хоть в одном случае задержание этого транспортного средства был акт технического состояния? Нет. А почему? Да потому что нет никаких нарушений. Норм, стандартов. И все они управлялись в техническо-исправном состоянии. Можно ли забирать на арестплощадку транспортное средство, даже если оно управляется и с техническим исправностью? Можно. Но в законе и в ведомственной инструкции МВД четко указано, если это транспортное средство мешает движению иных транспортных средств. Так кто ж кому мешает на территории парка? Никто никому не мешает. Далее происходят еще интересные вещи. В законе Украины, кодекс Украины об административных правонарушениях указано четко. Транспортные средства, задержанные с постановкой на арестплощадку, возвращаются безоплатно. Деньги на содержание транспортного средства не изымаются. Что ж происходит у нас в городе Севастополь? Происходят очень интересные вещи. Транспортные средства, насколько мне известно, ставятся на коммерческую платную стояночку. Не на платную стоянку, расположенную в районе Парта Победы, да? В районе Октябрьской революции. Их там десятки, мне кажется. В пределах там 300-200 метров, километров. А на арестплощадку, находящуюся на улице Промышленной, и за три дня нахождения транспортного средства на этой площадке, кроме штрафа, 780 гривен, было оплачено сколько? Много. В семь раз. Не важно сколько. В семь раз более было оплачено. А почему водители платили за содержание электрокаров на арестплощадке? Да все очень просто. Потому что условием возврата этого транспортного средства было только уплата штрафа. А законно ли это с точки зрения административного кодекса? Да все очень просто. Раскрываем норму закона. Содержится не более трех дней. И условием проплаты привлечения к административной ответственности с обязательной проплатой штрафа не является. У меня вопросы, но не к вам. Здесь нет присутствующих и юрисконсультов, может быть, или лиц ведущих сопровождения правоохранительных органов. А есть ли административные кодексы в этих подразделениях? А изучаются ли инструкции ведомственные, например, инструкции о порядке делопроизводства? Как должны работать сотрудники ГАИ, утвержденные приказом номер 77? Ознакомившись с материалами, которые были мне предоставлены, я даже не знаю, как ответить на эти вопросы. Сегодня 10 день с того момента, когда были вынесены постановления о привлечении этих лиц к административной ответственности. Это те, которые я успеваю обжаловать. Четыре. Остальные, к сожалению, сроки уже прошли. Сегодня подаются жалобы в Гагаринский суд города Севастополя, потому что в соответствии с КОСУ, только Гагаринскому суду подведомственная категория этих дел. Но, исходя из положений этого же административного кодекса, руководитель подразделения Вашестоящего, то есть начальник Севастопольской милиции, может сам самостоятельно отменить постановление своих подчиненных о привлечении водителей к административной ответственности. Но возникает ряд следующих вопросов, очень интересных. А кто вернет деньги за оплаченную арестплощадку? А кто разрешит вопросы об упущенной прибыли, то есть о тех деньгах, которые этими электрокарами не были заработаны? И кто вернет прибыль за то время, которое сейчас электрокары не работают? Я не могу рассматривать вопрос с точки зрения законности или незаконности действий госадминистрации, потому что я этим не занимался, да насколько мне известно, администрация выдала разрешительные документы, и предприниматель работает законно. Я на сегодняшний день, как адвокат, высказывая свою точку зрения, могу лишь сказать о том, на мой взгляд, действия сотрудников госавтоинспекции в части привлечения водителей к административной ответственности противоречат нормам Административного кодекса Украины и приказа МВД Украины номер 77. Постановка автомобилей, электрокаров на арестплощадку с последующим взыманием денежных средств за их содержание там была незаконна. Отреагирует каким-либо образом госавтоинспекция или нет, я не знаю, да меня, собственно, как юриста это не интересует. Точку окончательную в этом споре именно в части привлечения водителей к административной ответственности поставит Гагаринский суд, установленный законом срок. Кроме этого, от имени водителей сегодня, поскольку сегодня 10-й день, сдаются жалобы и прокурору Гагаринского района города Севастополя, так как в соответствии с нормами, опять же, административного кодекса, эта статья, кажется, 250-я, прокурор может внести протест на постановление привлечения к административной ответственности, о чем я, собственно, и прошу. И более того, что у нас происходит очень редко, прокуратура Украины имеет право, а в некоторых случаях и обязана участвовать в судебных процессах на стороне граждан, заявителей, что, сознайтесь, происходит у нас очень редко. Очень редко прокуратура пишет исковые заявления в интересах граждан, выступает в интересах предпринимателей, отстаивая их права законные. Но в этих исковых заявлениях и в жалобах, обращенных прокурору района, я прошу прокуратуру вступить в данный процесс на стороне этих четырех водителей и помочь мне отстоять интересы этих людей. По следующим шагам, уже на этой неделе, я предполагаю работу в отношении конкретно частного предпринимателя, уже в целом отстаивая его интересы, но, опять же, в судебном порядке. Но в данном случае, скорее всего, этот спор будет рассматриваться не в судах общей юрисдикции, а в окружном административном суде города Севастополя. Все, я закончу. Ну, наверное, от общественности уже нам расскажет Владимир Тюмин. Ну, я буду более прямым, потому что, когда существует в городе какой-то бизнес, который приносит определенные результаты финансовые и так далее, рано или поздно наша власть, придержащая, обращает на нее взор. Я совершенно четко понимаю, я не разговаривал с предпринимателями, но четко понимаю, что кому-то это стало выгодно. У нас принцип какой? Если человек работает, сам создает рабочие места, платит налоги, значит, у него все в порядке. На этом деле надо заработать. Поэтому мне сдается, что люди посмотрели, бизнес удачный, ни с кем не конкурирует, прибыль приносит, значит, надо что-то с этого бизнеса поиметь. Вот точка зрения только одна. Значит, проблема еще в чем? Вот у нас, господа предприниматели, ведь как живут? Вот у меня бизнес развивается, ну все нормально, ну все замечательно, я договорюсь, там подъеду, где-то вопросы решу. И когда вдруг случается проблема, человек хватается за голову и думает, а куда же идти? И я постоянно говорю, что, уважаемые господа, только тогда власть поддержащие перестанут вас трогать и кошмарить вас в бизнес, когда за вашей спиной будут стоять мощные организации, политические силы и общественные силы, где можно сразу моментально выйти. У нас много таких примеров, я не буду тратить ваше время и рассказывать о них, но они есть, потому что боятся трогать тогда, когда за вами есть сила. Все. Тем более вы осуществляете бизнес правильно, в соответствии с законом. У нас вообще честно вести бизнес очень сложно, вы прекрасно знаете, что Украина на первом месте по количеству налогов в мире. Другого такого государства нет. И поэтому, когда берут человека и начинают кошмарить их, в надежде на что? Есть два варианта, они прекрасно понимают, что это бизнес сезонный, и вот эти вот дни, которые простаивают сейчас, человек что будет вынужден? Скорее всего он пойдет договариваться. Вот на это и рассчитывают. Поэтому если сейчас поддаться этому, простите, всех вот так вот будут иметь. И поэтому я считаю, что те люди, которые сейчас лишены работы, они должны выходить и требовать того, что им дает Конституция. Прокуратуру не надо просить, прокуратуру надо требовать. Они существуют за наши налоги, которые, кстати, платят, и этот же предприниматель. Поэтому прокуратура обязана заниматься этим. Если она этого не делает, значит, надо искать, значит, тех, кто в этом деле виной, в первую очередь прокурор города, поскольку он отвечает за все. И если это систематически происходит, значит, прокурора надо менять, чертовой матери. Сотрудников ГАИ, которые выполнили незаконные приказы по этому поводу, нужно привлекать к ответственности. Только не выговор, а увольнять чертовой матери. Тогда в другой раз люди будут думать, а выполнять ли незаконные приказы. Потому что это однозначно спустили сверху. Я не знаю, кто стоит за тем, что пытаются явно с этих людей поиметь деньги. Или это ГАИ решило сделать, либо еще кто-то, пусть власть разбирается и прокуратура. Но если человека, простите меня, защитить невозможно с точки зрения закона, давайте тогда будем защищать его с помощью общественных и политических организаций. И рано или поздно все люди поймут. Значит, вот эта политическая сила, которая стоит, и власть на сегодняшний момент, она не создает нам условий для работы. В любом государстве нормальном хребет бизнеса и государства составляет малый и средний бизнес. У нас этот бизнес душат. Поэтому я не знаю, на каком еще, сколько времени мы будем балансировать с вами на краю экономической пропасти. Потому что, к сожалению, мы живем в таком государстве, которое рухнуть может в любой момент. Но если мы берем конкретный случай, вот это вот, это вопиющие случаи беззакония. И самое ведь обидное другое, что если признаешь, что случай незаконен, тогда человек имеет право действительно через суд требовать возмещения потерь. А это никому не выгодно. И вот сейчас начинают господа сидеть в кабинетах, поскольку пошел шум. Я на 100% уверен о том, что люди, которые это дело инициировали, считали о том, что придут предприниматели и будут договариваться. Принесут деньги и так далее. А сейчас у нас ситуация какая? Вот у нас был митинг-протест, я там говорил, что на Украине всего лишь 1% оправдательных приговоров. Почему? Потому что сделать оправдательный приговор, это целая цепочка проблем. Ну, видимо, 0,16. Ну, я использую то, что у нас дают, еще меньше. А в Европе у нас процент 20%. Вот давайте с вами считать. Если у нас было незаконное привлечение, например, меня к уголовной ответственности, то в случае моего оправдания я имею право потребовать моральное и материальное возмещение. С точки государства, с прокуратурой и так далее. Никому это не выгодно. Поэтому стараются все время обвинить. Вот и посмотрите, что происходит здесь. Если сейчас это произойдет, через суды можно будет требовать, чтобы это все возмещали. Кто это будет возмещать? Вот сейчас пойдет целая цепочка. Поэтому я считаю, что если господа предприниматели хотят нормально и честно работать, тем более, вот вы делаете, кстати, упор о том, что у вас оказание социальной помощи, вы возите людей бесплатно, вы открыли два социальных маршрута. Кстати, это честь и хвала. Но это не ваша обязанность, вы не должны были этого делать. Поэтому об этом можно не говорить. Вы сделали бизнес, ничего не берете у государства, вы создаете рабочие места, вы наполняете бюджет города и страны. Поэтому вы добропорядочный предприниматель, и вас обязаны поддерживать и прокуратура, и милиция, и администрация. За этим, кстати, та же администрация сидит. Если господин Яцуба не занимается своими делами, значит, простите меня, вся властная цепочка сверху донизу у нас однозначно прогнила, как и во всем государстве. Ее надо менять. Он должен это понимать. Пусть наводит порядок, он тоже за это получает деньги. Опять-таки, из нашего кармана. Все. Господин Яцуба и ГАИ ничего не производят. Они пользуются, они должны соблюдать закон. Если этого нет, я призываю, постоянно говорю, нам с вами дали единственную форму протестов, это митинги, пикеты, которые в перспективе, к сожалению, иногда перерастают в те случаи, которые мы с вами знаем. Вот в Радиевке, знаете штурм райотдела милиции в Киеве, который произошел там в пятницу. Это мы подумаем, потому что народная чаша уже просто переполняется. Мы же с вами не дойная корова, у нас невозможно стричь как овцу постоянно, когда-то шерсть закончится. Вот в чем проблема. Вот давайте на этом конкретном примере поймем, что защитить в принципе себя мы в первую очередь должны сами, но власть мы должны заставить работать в наших интересах. Мы не просители, они администраторы, которым дано законам, право заниматься администрированием и выполнением законов на этой территории. Если этого нет, это беззаконие, это безвластие и простите меня, это анархия. Вот поэтому, к сожалению, мы никогда вот из этого болота не выпутаемся. Поэтому я призываю однозначно, первое, это объединяться, это раз, потому что один предприниматель не выстоит. Сегодня 30 человек, завтра другое предприятие прихватят и так далее. А вот когда мы с вами вместе будем объединяться, сегодня один защищает другого, завтра тот третьего и так далее. Кстати, это уже, слава богу, происходит благодаря нашим организациям, русским организациям и нашей партии. Потому что за нами нет олигархов. Мы простые люди и мы понимаем, что олигарх, если не дай бог что-то случится, сядет в самолет и улетит куда-то в шале и так будет отдыхать. А нам бежать некуда, это наша земля. Мы здесь жили. И вот как будут жить наши дети, мы за это ответственны. Поэтому я полностью поддерживаю, наконец, вопросы, которые начинают поднимать и ставить. А самое главное, повторяю, мы не просим, мы должны требовать. И господа должны это выполнять. А чтобы нас услышали, поскольку нас отрезают от средств массовой информации, у нас только два пути. Это либо независимые средства массовой информации, которые существуют, это раз. И второе, это то, что нам даровано Конституцией. Это митинги, пикеты, то, что нас увидят и услышат. Тем более, что вы посмотрите, люди, которые не имеют никакого отношения к этому бизнесу, в обращении в нашу администрацию подписывали, собирали подписи. Посмотрите, за несколько дней собрали более двух тысяч подписей людей, которые говорят, что этот вид бизнеса нужен, он полезен. И люди просят, чтобы он был. А я говорю, не надо просить, надо требовать. А администрация обязана к этому прислушиваться. Поэтому я считаю, что если власть не услышит этого, на этой неделе надо проводить митинг около администрации, встречаться, требовать встречи Яцубы с инициативной группой, передачи туда вот этих подписей, которые, посмотрите, собрали. Причем вы сами понимаете, что если в организации 30 водителей, то, наверное, сами они бы не собрали. Вот они вам. Вот вам подписи людей, которые требуют, чтобы это было. Все. И власть должна к этому прислушаться. Если она этого не делает, значит такая власть нам не нужна. Посему у них есть время, положим, до четверга. А на четверг или пятницу я предлагаю тогда устроить митинг. И уже тогда идти другим путем. Потому что отступать некуда. Либо у вас заберут бизнес, либо вы всю жизнь будете платить. А в конце концов опять страдаем мы с вами. Потому что любой предприниматель, который занимается бизнесом, свои расходы, обязан вбивать куда? В свой товар, в свои услуги. А в конце концов за это платим кто? Мы, потребители этого товара. Поэтому получается замкнутый круг. Я хочу этот круг все-таки разорвать. И это будет только при одном условии. Когда все предприниматели потихоньку осознавают, что их защита. Помните, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так вот давайте утопающие объединимся и не дадим себя погубить. Потому что смотрите, конкурентов у человека нет. Просто люди хотят либо, может быть, сами влезть туда, естественно, этот бизнес, отобрав у него это. Либо заставить его платить. Вот я даю любую часть своей анатомии на отсечение, что это дело стоит только так. Другого пути не будет. И власть должна понимать, хватит беззубых уже людей, становится все меньше и меньше. Потому что либо мы разоримся, либо мы все-таки будем жить нормально. К чему, кстати, вас и призываю. Спасибо. Слава Богу, что мы русские. Вы сказали о том, что вы обращались к административной инстанции с инфекционными запросами, для того, чтобы они разъяснили программированные деятельности ГАИ. Скажите, пожалуйста, ответы поступали вам? Нет. Ответа на данные запросы я не получил. Насколько я могу знать, насколько я располагаю информацией, также не поступили ответы и на письма граждан. Но та инициативная группа, которая направляла ранее письма в городскую администрацию, информировали меня о том, что ответы они также не получили. Сегодня на руках ни одного ответа я не имею. Я могу сказать, что со мной либо не хотят разговаривать, либо не считают нужным. И эта ситуация мне не ясна. Потому что ко мне есть претензии со стороны ГАИ, при этом со мной никто не хочет контактировать, обсуждать. В чем проблема, мне не ясно. Я считаю, что моя деятельность абсолютно законна. Она такого пакета документов, как разрешающих на данный вид деятельности, нет ни в одном другом городе. Ну, я не могу вам сказать с точностью про Украину, но я контактирую со своими коллегами с аналогичным бизнесом по Крыму. Там гораздо меньше пакет документов, гораздо разные документы, условные, безусловные. Но такого пакета, как в Севастополе, нет. Поэтому я считаю, что мы, конечно, сделали большой шаг вперед, когда горсовет поддержал, принял необходимое решение, когда ввели этот транспорт в инфраструктуру транспорта общегородского. Я считаю, что мы намного впереди других городов и регионов, хотя они нуждаются в этом транспорте еще сильнее, чем мы, ввиду узких улиц, большого наплыва туристов. Такие города, как Ялта, Алушта, Коктебель или Евпатория, они давно уже туристические. Севастополь только сейчас становится более-менее туристическим городом. И им очень нужен этот транспорт. Но пока все это отстает.